Добрый день! Я являюсь подписчиком многих каналов, ну и среди прочего посмотрел сегодня на канале Навальный Лайф такого ведущего как Милов, который рассказывает о том, как неэффективно сеченным Были освоены средства на строительстве верфи звезда, да, то есть и там затрагивается тот момент, что там нельзя подвести листы Все об этом знают, но как бы реакции нет, да, и среди прочего он так тоненько намекает о том, что вот если бы средства были частные То там бы все обанкротили и так далее, да, так вот манипуляция сознанием здесь заключается в том, что он уводит в тему то, что должно быть частное, да, вот по его версии То есть он не рассказывает о том, какой у нас сейчас по факту является строй в стране, да, то есть что он из себя представляет Он не рассказывает, кто является бенефициарами компаний таких как Роснефть, там, Газпром и так далее, да, то есть и он не упоминает о том, что в истории России еще совсем недавно подобные случаи были недопустимы, да, но в то время вся собственность была государственная Эффективность этого государства настолько была мощная, что вот мы уже 30 лет доедаем, да, и вот только сейчас стали доедать то, что было построено этим неэффективным государством, да, где не было частной собственности В данном случае я не отстаиваю частную, то, что частная собственность не нужна, да, но просто данный ролик очень показателен, как манипулирует сознанием тех людей, которые не изучали историю, не изучают Ну, то есть для... на необразованных данная фишка пойдет, да, и можно там, может быть, даже хрипануть Но для тех людей, которые имеют нормальное образование, которые развиваются, и я думаю, в частности, тот же самый Милов знает о том, что были прецеденты, да, и они совершенно нормальны для государства Когда государственные проекты реализованы грамотно, да, то есть это когда на стадии проекта все просчитывается и так далее, да, то есть я прекрасно понимаю, что сейчас начнут говорить, что там вот, Советский Союз надо вернуть Я понимаю, что назад войти мы не можем, да, но, по крайней мере, извлечь положительные уроки из того, что было в Советском Союзе мы вполне можем, да, и не надо считать людей всех, кроме себя, тупыми И не изучавшими ни историю, ни экономику, да, то есть не изучавшими ни производство, и как будто никто не знает Поэтому вот на подобные вещи, да, я считаю, что нужно давать отпора исключительно знаниями прошлых побед и достижений, да, тем более эти знания и победы до сих пор дохавывают те, кто насаждает нам частную собственность на все Вот как-то так, но, опять же, я повторюсь, что я не против частной собственности на некоторые вещи, да, но я считаю, что стратегически важные отрасли должны находиться в собственности государства Также должны быть независимые сюды, ну и различные независимые институты власти Они должны быть, чтобы в результате этого строить нормальное правовое развивающееся государство Да, ну и также рекомендую всем поинтересоваться, например, добавленной стоимостью, о которой некогда говорил тот же самый Милов, но в таком странном ключе Так что думайте, читайте и не верьте никому, все проверяйте сами Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok